Асфальт на авиадуке на станции Неси настолько плохой, что человек упал прямо в момент записи интервью. Подробностями поделимся позже, а пока чем еще запомнился этот четверг. Очереди растворились. Очередь быстро прошла. Все подсказывает, все консультирует. Многофункциональный центр неожиданно навестил в Рио губернатора, а где еще есть толкучка. Топливо на заправках снова дорожает, где бензин можно купить по 5 копеек за литр. На новой набережной будет даже настил для кормления уток. Попросим архитекторов в том числе и где-то цветовую гамму для него сформулировать. Чиновники рассказали, как будет выглядеть зона отдыха. Глава города Сергей Юремин жестко раскритиковал требования российского бизнес-омбудсмена Титова приостановить снос ларьков в Красноярске. Предписание в мэрии получили, но готовы защищать свое право на снос в суде. Самого Юремина удивило, что из 50 тысяч бизнесменов города Красноярска, чьи павильоны будут убраны, Титов решил защитить лишь 22 человека. В целом в центре мы будем сносить более 50 объектов, а указано снова 22. И еще одна деликатная особенность. В этих 22 фамилиях и объектах есть фамилии наших представителей, нашего регионального бутсмена. Не навевает ли ни на какие мысли. Поэтому я бы, конечно, предложил не трясти вот этим грязным бельем 90-го года, а все-таки двигаться системно по приведению города в настоящее современное состояние. Оказывается, под снос попавили и павильоны, принадлежащие жене краевого бизнес-омбудсмена Сергея Русских. Титов своим предписанием наложил запрет в том числе и на их демонтаж. Сегодня Русских отчитывался перед депутатами ЗАГС Собрания. Ему пришлось ответить на вопрос, как так получилось и нет ли в этой ситуации конфликта интересов. Ведь это действительно странно, что российский омбудсмен приходит на помощь своему красноярскому коллеге. Я считаю, что конфликтных интересов здесь нет по одной только причине. Решение о приостановке демонтажа временных сооружений в центральном районе города Красноярска принял омбудсмен Титов. Это его решение. Что касается индивидуального предпринимателя Русских, она к нам в аппарат не обращалась, каких-то правовых консультаций не получала и какой-то меры защиты от нас также не получала. Куда исчезли очереди в многофункциональных центрах? Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усов внезапно приехал в один из МФЦ. Он находится в микрорайоне Северный. Еще несколько дней подряд горожане жаловались на гигантские очереди. Однако сегодня очередей не было и время ожидания, чтобы сдать или получить документы, не превышало 50 минут. Руководство центра уверяет о проверке главы региона. Они не знали, а толкучка накануне была из-за сбоя в информационной системе. Сейчас все неполадки устранили. И в целом глава региона остался доволен работой многофункциональных центров края. Но обозначил и сложности. Так сейчас в центрах не хватает квалифицированных сотрудников. Одна из причин, по которой люди не идут работать, это низкая зарплата. Еще один недостаток – это как раз автоматизированная информационная система. Она была разработана три года назад и не соответствует современным требованиям. Технологии, судя по всему, нам придется ее менять, поскольку уровень цифровизации, если можно так выразиться, он будет нарастать. И поэтому переводить на более качественную услугу, имея вот такую первичную базу, нельзя. Я полагаю, что в ближайшее время мы такое решение примем и приобретем самый современный программный продукт, который будет продуктом даже не сегодняшнего лучше, а завтрашнего дня. Вот скоро здесь многое меняется. Далее, я считаю, что всегда надо добавить денег, имеется в виду на повышение заработной платы, это сумма. И сегодня мы посетили еще несколько многофункциональных центров Красноярска и пообщались с посетителями. По словам людей, время ожидания сегодня, на удивление, в центрах достаточно комфортно и не превышает получаса. Нет, сегодня нет. Но бывает. Больше, конечно, просто в реестре очереди сейчас. Вот на 52-м квартале 3, там можно весь день просто этот оператор один, а народу у меня в МПЦ проще. Я сегодня здесь первый раз. Да, где-то минут 5-10 подождались. 44-й. Сейчас идет 36-й номер. Ну сколько, полчаса может придется ждать. Нормально, хорошо. Очередь быстро прошла. Все подсказывает, все консультирует. Очень все хорошо, довольна очень. Спотыкаются и падают. Горожане жалуются на плохой ремонт виадука возле станции Енисея, некачественный асфальт. Уверяют, подрядчик еще осенью начал ремонтировать переход, но забросил. Сейчас снег растаял, ходить по надземке невозможно. Ступени разваливаются, покрытие на лестничных пролетах отсутствует. На самом переходе уложен лишь временный слой, нет брусчатки у спусков. Неудобства своими глазами сегодня увидела наша съемочная группа. Человек упал прямо в момент записи интервью с представителем железной дороги. Вот как это было. Есть нюансы, да. Не то, чтобы поздно они приступили. Приступили они согласно срокам, но сроки эти были просто установлены. Как оказалось, люди на этом виадуке падают регулярно. Жители Пашинова и пассажиры электричек давно недовольны качеством выполненных работ. Вот что они рассказывают. В общем, конечно, не очень удобно ходить и действительно в плохом состоянии находится виадук. Я даже здесь однажды упала очень сильно, разбила себе, ну, еще синяков набила. Бабушкам так вообще неудобно, наверное. Не запинаете здесь? Ну, спускаться особенно неудобно. Тем более на высоких кабуках. Да, вообще, вот идешь и держишься за ступеньки. Ну, они положили, мне асфальт-то вот это вот, все к ногам прилипало. Они пришли, все отскоблили. А когда будут делать, не знаю. Вот здесь, а с той стороны. И вот как спускается, там такие булыжники, ничего не заасфальтировано. Даже с сумками идешь, когда цепляется все, подошва изцепляется, все цепляется. И сегодня на виадуке побывала комиссия. Незаконченный ремонт обсудили представители РЖД и подрядчик. Это компания СМТ-13. Переход пообещали отремонтировать в ближайшие две недели. Дело в том, что в прошлом году подрядчик не успел до зимы выполнить все работы. Уверяет, помешала погода. Минусовые температуры не позволили ему вовремя уложить асфальт и благоустроить территорию. Строители приступят к работам, как только закончатся дожди. Ну, на данный день, конечно, он не комфортен в связи с отсутствием асфальтового покрытия. Конечно, это не комфортно. Об этом мы и упоминали неоднозначно, и начальники станции, и подрядным организациям. Но вот решили этот вопрос, я говорю, и до конца мая все это обязуются не убрать. Улицу Парижской коммуны в центре Красноярска перекрыли для проезда. Ограничения касаются участка от улицы Карла Маркса до проспекта Мира. Сейчас там установлены временные дорожные знаки. Причина – все те же масштабные дорожные работы. С 7 утра движение на Парижской коммуны осуществляется по новой схеме. Автовладельцы просят пока объезжать участок по параллельным улицам. Ограничения снимут 25 мая в 9 утра. Шестой раз за полтора месяца повысились цены на бензин на автозаправках сети «Газпром» и снова на 30 копеек. Теперь литр 92-го бензина обойдется автомобилисту в 38 рублей 95 копеек. А вот литр 95-го стоит ровно 41 рубль. Я напомню, цены на топливо в нашем городе растут с начала апреля. И сначала, по данным статистикам, в среднем 92-го бензина литр стоит 38 рублей 59 копеек. Давайте посмотрим, сколько стоит топливо в других регионах. Самый дешевый бензин, получается, этой марки можно купить на автозаправках Челябинска. Там литр топлива стоит 38 рублей 20 копеек. Это получается на 39 копеек дешевле, чем в Красноярске. Ниже, чем в Красноярске, цены на топливо и в соседнем Новосибирске. 38 рублей 35 копеек. Разница получается 24 копейки. По цене 38 рублей 50 копеек можно купить литр бензина в Екатеринбурге и в Уфе, сэкономив при этом 9 копеек. Дороже, чем в Красноярске, бензин 92-й марки на автозаправках Волгограда, Ростова-на-Дону, Воронеже и Москвы. Там он стоит 40 рублей и 40 копеек. Получается, на 1 рубль и 81 копейку выше, чем у нас. А вот самый дорогой бензин продают в Краснодаре. За литр 92-го придется заплатить 40 рублей и 60 копеек. Получается, разница целых 2 рубля. Я добавлю, в стране самое дешевое топливо можно купить в Венесуэле всего 5 копеек за литр, а в Саудовской Аравии литр этого же топлива обойдется в 5 рублей 63 копейки. И к другим темам. Прокуратура Красноярского края отчиталась о доходах за 2017 год. Декларации госслужащих опубликованы на официальном сайте ведомства. Итак, давайте посмотрим. Согласно отчету главный краевой прокурор Михаил Савчин заработал за 2017 год больше, чем в прошлом году на 130 тысяч рублей. Его доход составил 3 миллиона 860 тысяч рублей. На него также оформлена квартира в 119 квадратных метров и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Жена Михаила Савчина заработала за 2017 год 1 миллион 360 тысяч рублей. У нее также есть квартира в собственности в 34 квадратных метра. Доход прокурора Красноярска Александра Лизенберга составил чуть более 2 миллионов. В его собственности автомобиль ВАЗ-21061 и квартира в 60 квадратов. Супруга Лизенберга отчиталась о доходе за прошлый год в 1 миллион 300 тысяч рублей. Она владеет двумя квартирами, двумя гаражами и автомобилем Lexus LX570. Пешеходная зона, детские городки и даже настил для кормления уток. Все это появится на левобережной набережной уже в этом году. Подрядчики уже приступили к работе и сегодня на месте побывали городские чиновники. Наш корреспондент Дмитрий Пименов расскажет подробности. Маленький Бобкэт планомерно рушит набережную напротив Китса. В перспективе здесь уложат брусчатку для пешеходов. Ее образцы специально привезли сегодня, чтобы показать журналистам. И асфальту самой воды для велосипедистов и маломобильных горожан. Часть уже заасфальтировали. Набережную планируют по возможности освободить от автомобиля и отдать людям. Машину уберут даже из-под вантового моста, пока автолюбители чувствуют себя здесь вольготно. Но вскоре путь им перекроют шлагбаумом. Набережную хотят превратить в место для комфортного отдыха. Кроме детских площадок и выделенной велодорожки появятся лавочки и шезлонги. А для любителей кормить уток под вантовым мостом появится специальный деревянный настил. Палатка летнего кафе останется на прежнем месте. Но с ее владельцем договорились немного изменить дизайн, чтобы она не выделялась на общем фоне новой набережной. Попросим архитекторов в том числе и где-то цветовую гамму для него сформулировать, как у него должны выглядеть сидения, прилегающая территория и все остальное. Поэтому, когда объект будет подходить к завершению, мы все в один архитектурный логический стиль рассчитываем, что мы все построим. В конце августа, да? Да. В этом году приводить в порядок будут и театральную площадь, и площадь мира. Здесь снова отгородят прогулочную зону от зоны парковки, как это было два года назад. Также потеснят автомобили и на набережную речного вокзала. Ну а набережную обещают закончить в середине августа. Дмитрий Пименов, Дмитрий Яковлев, Афонтова Новости. А между тем, снос торговых павильонов продолжается. Ларьки начали разбирать в центре города, в районе остановки Перенсона. Демонтаж чиновники планируют закончить до конца месяца. Что появится на месте временных сооружений, в сюжете далее. Торговые павильоны в районе остановки Перенсона начали разбирать рано утром. Как рассказали в администрации, договор с предпринимателями закончился еще 1 января. Поэтому все это время ларьки стояли на этом месте незаконно. Кроме того, никто из владельцев временных сооружений не обратился в администрацию за компенсационным местом. На этом месте будет выполнено благоустройство. Какое? Какое? Мы вот сейчас обсуждаем с жителями. Сейчас в течение двух недель мы подготовим проект. С жителями его домов безлижайших согласуем. И где-то в середине июня будет подрядчик по благоустройству. И он сразу же выйдет по согласованному проекту работать. Жители соседних домов преображению центральной улицы города рады. Люди рассказывают, устали от постоянного шума, грязи, мусора и неприятного запаха. Жители хотят видеть на месте торговых павильонов сквер. Как, например, на улице Карла Маркса 49. Раньше там также стояли ларьки. Сейчас там высажен газон, деревья и сформированы клумбы. Побольше, то есть вот зелени, деревья высокие, там, допустим, кустарники. Ну, как-то все это, чтобы было красиво, стильно. Лично мое мнение, что, я думаю, уже ларьками мало кто пользуется. Потому что у нас есть большие магазины рядом с домами, где можно пойти и нормально выбрать. Всего в центральном районе разберут 57 торговых павильонов. В районе остановок Перенсона, театр оперы и балеты и гостиница «Октябрьская». Несколько ларьков также демонтируют и на улице Шахтеров. Администрация города действует в рамках 471-го постановления. По ряду торговых павильонов еще ведутся судебные споры. Однако запрета на снос сооружений не было. И администрация останавливать работы не планирует. Есть отдаленные какие-то уголки, где нет магазинов. Ну, вот они просто отсутствуют. Торговые точки, где можно было бы купить все самое необходимое, в том числе продукты. Но в центре города, на мой взгляд, это уже пережитки давным-давно. Потому что туалетами павильоны не оборудованы. А мусор, который в павильонах есть, он сваливается жителям в мусорные баки. Зачастую очень многие павильоны подключаются к общедомоуму имуществу. Разобрать торговые павильоны в районе остановки Перенсона администрация планирует в течение трех-четырех недель. Екатерина Деревянко, Олег Голубин, Афонтова новости. Парикмахерская в парке флоры и фауны Ройфручей. Какую модель стрижки для альпак выбрали в этом году, узнаете сразу после рекламы. Квартира 79 квадратов в Скандис. Какую выбрать? Трех или двух? Конечно, трех. Поля сюда заедет. Пусть хоть на скейте гоняет. Здесь диван, на котором мы будем... Спать? Это гостиная. Здесь гостей принимают. А спать будем в собственной спальне. Теперь у нас есть своя комната. А Тузик в Эркере за городом присмотрит. Скандис. Одна площадь, несколько решений. Так все-таки трех или двух? Телевизоры, холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. В складе-магазине бытовая техника от Видео 2000 по низким ценам. Пожалуй, лучший выбор в России. Дешевле склада цен нет. Наш адрес Симафорная 261 Г. Телефон 274 88 48. Квартира 79 квадратов в Скандис. Какую выбрать? Двух или трех? Конечно, двух. Большая гостиная с кухней. Может, готовить начнешь? Нет, у меня тут свое королевство. С гардеробом и ванной. Все свои ванночки расставлю. Тогда этот мой. В Эркере кабинет обустрою, а в гостиной телевизор с хоккеем. Красота! Скандис. Одна площадь, несколько решений. Так все-таки двух или трех. Мой детский сад недалеко от дома и школа близко. А вы знаете, какую реку я вижу из своей комнаты? Елисей! Моя мама любит торговые центры. И рядом с нашим домом их много. Новая панорама. Территория комфорта. Куда ни посмотри. Это Афонтова новость. И мы продолжаем выпуск. Прямо сейчас поговорим о дорожном ремонте с нашим гостем в студии. У нас в гостях Егор Фролов, представитель Федерации автовладельцев и народный контролер. Егор, здравствуйте. Добрый вечер. Вы народный контролер. И, конечно, первый вопрос, который я хочу вам задать, он связан именно с этим. Как проходит вообще ваш именно контроль? Как проходит вообще распорядок дня? Вы приходите, видите яму, фотографируете, дороги некачественные отправляете. Вот расскажите подробнее, как это все происходит. На самом деле, тот контроль, который осуществляют те общественники, которые входят в этот контроль, они его осуществляют в момент, когда непосредственно просто проезжали мимо, либо люди, те, которые заинтересованы в этом контроле, проживают рядом. То есть они каждый день это видят. Любое замечание, которое они увидели, прогуливаясь вечером, тут же это закладывают во внутренний чат, который существует и создан для народных контролеров. Причем эти чаты разные, там один по правому берегу, другой по левому берегу, ну и там есть по районам эти чаты. Если говорить про меня, то я могу рейды проводить каждый день, то есть я их провожу, фиксирую те факты, которые я вижу. То есть вы, извините, перебиваете, целенаправленно выезжаете в определенный дом? Я целенаправленно проезжаю, провожу рейды, плюс те люди, которые меня знают, то есть наши активисты, они также часто там проезжают, какие-то замечания направляют. Вот, грубо говоря, мой опыт 10 лет, который я занимаюсь общественной деятельностью Федерации автологических России, он уже складывается так, что я могу проезжать мимо и видеть уже все замечания. То, что касается тротуаров, бордюрных камней, высоты и всего остального, если я вижу и подозреваю, непосредственно останавливаюсь, замеряю, вижу какие-то факты наклона, вижу, насколько уплотнен асфальт, вижу, какой асфальт уложен в нижний слой, то есть все эти замечания непосредственно тут же фиксирую, передаю, причем я передаю не в чат, который создан внутри, а в департамент городского хозяйства. Если реакции от подрядчика нет, то, естественно, она выходит в социальные сети. Ну, и как вы заметили, наверное, эти чаты, может быть, для этого и созданы, для того, чтобы не поднимать шум среди вас средств массовой информации. Но вообще это эффективно, как вы считаете? С точки зрения каких-то вот таких замечаний, которые действительно там валятся кучей, это эффективно, когда непосредственно подрядчик боится, что сейчас это выйдет в публичное пространство, они тут же это исправляют. То есть сама суть, ну, насколько мне стало понятно, это как раз исправить до того, чтобы это не стало достоянием общественности, чтобы вот эти контролеры увидели, тут же исправили, и никаких ни у кого замечаний не было. Но на самом деле хотелось бы сказать, что вот этот контроль, он не повлияет на качество асфальта, который у нас сегодня используется, тот битум, который используется в асфальте, тот щебень, который контролер может не знать, да, какой щебень, где должен укладываться на тротуаре, насыщенность асфальтобетонной массы он тоже не увидит. Ну, конечно, это потому что еще надо знать, правильно? Да, я говорю, да, тот опыт, который у меня есть, я его уже сразу вижу. К примеру, вот на последнем выездном совещании, которое было вчера на улице Свердловской, там были факты, возили человека на коляске, и он проверял, как удобно ему или нет. Ну, вот пожаловался на то, что подъезжая к пешеходному переходу, его коляска начинает выкатываться на проезжую часть. Ну, на самом деле, там были представители ОНФ, мы вместе с ними зафиксировали, что там угол наклона асфальта на тротуаре, то есть тротуар не сделан как с понижением, он сделан сразу с наклоном на проезжую часть. И это очень опасно для людей, которые передвигаются на колясках, то есть коляску можно просто выкатить на проезжую часть, то есть сам человек может не справиться, но и может случиться ДТП. Эти факты мы тут же фиксируем. Давайте поговорим о ваших примерах. Например, что вы отправляли? Вот сейчас давайте посмотрим и проанализируем. Сейчас у нас на экран нам поведут. Итак, вот здесь сейчас мы видим это... Так, я плохо вижу. Да, ну вот сейчас нам предвинуто. А, это был сделан срез асфальта, зафиксировали, ну, насколько он идёт, и расширение проезжей части уже на выезде за город. То есть, ну, замеряли, соответствует, ну, то есть какая была ширина и какая должна быть. Это замечания были в районе, по-моему, поста ГИБДД, где начали уже проводить фрезеровку асфальта, но не подготовили, не убрали бордюрный камень, который существовал около ГИБДД. Ну, то есть мы его назвали как таковым зубным кариесом асфальта, бордюрного камня. Здесь также выезд уже из города, ближе к стеле, также фиксация того, как уложен щебень, но, к примеру, там у наблюдателей начали возникать вопросы, а почему не произошло уплотнение нижних слоёв? Ну, якобы просто высыпали. Здесь тоже, да? Здесь, да, уплотнение начали тут же делать уплотнение, это тоже зафиксировали, что, ну, всё-таки прислушались, начали работать. В этом направлении. Получается, вы делаете фотографию, отправляете, и вот мне интересно, как быстро и оперативно вообще реагируют на это подрядчики? Подрядчик заинтересован быстро среагировать, ещё раз повторюсь, для того, чтобы это не стало достоянием общественности. Именно поэтому контролёры, они пытаются всячески участвовать, потому что они тоже заинтересованы. В основном контролёры – это те, кто проживают в этих районах, и они непосредственно очень часто присылают там. То бордюрный камень близко не поставили, то его под наклоном поставили, то, видимо, не хватило куска бордюрного камня, и между ними залили бетон, то есть, ну, полное безобразие. То там есть факты, как, ну, вот, около поста ГИБДД сказали, уберут бордюрный камень, хотя уже начали укатывать черновой асфальт. Естественно, начали измущаться, этот черновой асфальт убрали. Та же Стелла на въезде в город Красноярск, которая ранее была там без гранита, её раньше видели, сейчас она заросла деревьями, никто за ней не ухаживает. Буквально вот вчера на совещании я всё-таки уточнил, будет ли это сделано за счёт подрядчика, насколько ответил руководитель Средловского района, сказал, что это будет сделано за счёт города. В рамках благоустройства Стеллу, во-первых, очистят её, облагородят, сделают ей освещение, ну, и таким образом. То есть свежая дорога будет с приветствием города Красноярска, с красивой Стеллы, ну, на которую просто ранее не обращали внимания, то есть, скорее всего, администрация города ранее вообще про неё забыла, потому что она заросла деревьями, да. А вот у вас ответственность-то есть за это какая-то определенная? Общественный контролёр на основании федерального закона 212-м об общественном контроле не несёт никакой ответственности, он не обязан, то есть, обязан не мешать производственным работам, не лезть в опасные участки, причём каждый контролёр расписывался в журнале безопасности и о том, что он ознакомлен с безопасностью на производстве. А также любой контролёр, даже на основании федерального закона об общественном контроле, имеет полное право как зафиксировать, как опубликовать, так заострить надзорные органы. Вот, к сожалению, время эфирное подходит к концу. У меня последний вам вопрос. Могут ли как-то взаимодействовать с вами простые жители, то есть, допустим, они видят яму или там видят, например, что что-то не так происходит, они как-то могут вам фотографии высылать? Конечно, были факты, как на Свердловской улице начали укладывать черновой асфальт, причём там сначала проходил ямочный ремонт, не было подгрунтовки, потом начали делать черновой асфальт, не было подгрунтовки. Жители к нам обращались, спрашивали, а вот это правильно? Естественно, это не может быть, чтобы укладка асфальта производилась без подгрунтовки, битумной смеси. И эти факты мы также тут же передавали, буквально через час уже люди писали, что начали поливать. Спасибо большое. Ну, дорогие телезрители, если вы видите где-либо какие-то нарушения, вы можете без проблем найти Егора Фролова в социальных сетях и отправить свою фотографию, ну а дальше уже будут разбираться. Мы продолжаем наш выпуск. Первый стыковой матч за выход в премьер-лигу завершился. Красноярский Енисей на своём поле принимал Анджи. И прямо сейчас Антон Соркин расскажет нам подробно. И уверенно переиграл за счётом 3-0. Наверное, мало кому предполагать, что именно с таким счётом завершился этот файл. Всё-таки Красноярский Енисей приехал. Клуб премьер-лиги более статусный, более с классными игроками. Конечно, это было чувство, что по первым минутам, но скорее психологически игроки Анджиев. Но более уверенно себя чувствовали. Ну, все сильное время, и теперь уже оптиматизировался. Адомировался к стилю игры и уже начал доминировать на поле. В середине первого тайма активность Артура Закитова привела к медальник, который реализовал, уверенно, Александр Кукин. Возле Артура Закитова устроил преимущества. А поставил же был только тот же самый Александр Кукин. 3-0, перед ответом поэдикам Махачкаре. Через 3 дня. Косналь, ворван отрывается. Болейский приветствует команду. Уверенная победа. Вот сейчас Министерство долгожданской медали. Розовые медали чемпионата футбольной национальной лиги. Команда второй год подряд занимает третье место. Ну, все порадуемся. Сегодня праздник на улице Красноярского Енисея. Всех с победой. Яна. Поздравляем Енисей с победой. На этом наш выпуск завершен. Свои новости вы можете сообщать по телефону 285-14-14, либо пишите нам в социальных сетях. Я с вами прощаюсь и желаю вам хороших новостей. И о погоде на завтра. В пятницу 18 мая в Красноярске облачно небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью 1 градус. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 11 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Мы команда ритуальной компании. Обращаемся к вам, красноярцы. Остерегайтесь ритуальных агентов, которых вы не приглашали. Старайтесь заказать услуги самостоятельно и осознанно. А чтобы разобраться в тонкостях ритуальных услуг, больше звоните, задавайте вопросы. Телефон 287-11-88. В прошлом году мы объединили 10 городов и свыше 50 тысяч участников. Ты готов к главному старту этого года? 20 мая. Второй всероссийский полумарафон «Забег». 15 городов, 5 часовых поясов, 4 дистанции и один старт для всех. В одном ритме со всей страной. Мы объединили спорт и развлечение для всей семьи, чтобы вы могли не только завоевать медаль, но и получить дополнительный заряд эмоций на финише. Регистрация на сайте забег.рф. Стань участником проекта «Битва каверов» в ресторане «Максимилианс». Заполни анкету на максимилианс.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова